В прямом эфире программа «Петербург. Город решения. Актуальные вопросы и компетентные ответы». В студии Ирина Степанова. Здравствуйте. 2021 год объявлен Годом экологии в Санкт-Петербурге. А что город делает для снижения загрязнения Финского залива? Соответствуют ли очистные сооружения самым высоким уровням и требованиям? И как идет рекультивация полигона опасных отходов «Красный бор»? Эти и другие вопросы обсудим сегодня с нашими гостями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня в студии председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Андрей Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. И буквально с минуты на минуту ждем председателя комитета по природопользованию, охране и окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дениса Беляева. Он едет с очень важной встречей, о которой мы сейчас как раз подробнее вам расскажем. Я напомню, уважаемые зрители, ваши вопросы ждем по телефону прямого эфира, а также в официальной группе телеканал Санкт-Петербург ВКонтакте. Все координаты на ваших экранах. Ну а теперь, собственно, к информационному поводу нашей беседы. Сегодня вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко посетила полигон опасных отходов «Красный бор». Был дан старт проекту рекультивации полигона. Напомню, прием опасных отходов прекратился там еще в 2014 году, несмотря на то, что полигон обслушивал еще с 60-х годов всю страну, содержание и в том числе дальнейшая рекультивация были возложены исключительно на бюджет Петербурга. В 2019 году Александр Беглов по инициативе жителей Петербурга и Ленинградской области обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать полигон «Красный бор» в федеральную собственность. Президент поддержал инициативу жителей и направил соответствующее поручение в адрес министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Благодаря президенту России удалось найти решение главного экологической проблемы северо-запада России – полигона «Красный бор». В ближайшие годы «Красный бор» перестанет представлять угрозу экологии и здоровью жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А город сэкономит значительное средство на обслуживание полигона. В настоящее время исполнителем работ по ликвидации опасных отходов на полигоне «Красный бор» назначен федеральный экологический оператор, входящий в структуру госкорпорации «Росатом». Сейчас готовится комплексный проект рекультивации. И вот как в ходе осмотра оценила ситуацию вице-премьер Виктория Абрамченко. Полигон огромный, больше 60 гектаров. На этом полигоне опасные химические вещества, которые свозили со всего Советского Союза. И никакой документации, подтверждающей, что на карте номер один вот такие химические вещества, а на карте номер 62 вот такие, мы, к сожалению, не имеем. Поэтому нужно именно на этом этапе изыскания убедиться, что все, что будет найдено, имеет такую вот технологию по рекультивации. Ну что ж, чуть подробнее остановимся о том, как будет проходить рекультивация полигона «Красный бор» позднее, как только к нам присоединится глава комитета по природопользованию, охране, окружающей среде и обеспечению экологической безопасности. Денис Беляев, сейчас же, Андрей Сергеевич, давайте поговорим о том, как у нас в Петербурге организован сбор сточных. Вот здесь, здесь у нас в Петербурге, об опасных отходах, что называется, чуть позднее. Сколько коллекторов сейчас действуют на территории города и какой процент вообще сточных вод от общего объема мы сегодня очищаем? Ну, стоит отметить, что, безусловно, система водоотведения, которая включает в себя сбор, транспортировку и очистку сточных вод, это одна из крупнейших в стране. Это объективно. Мы понимаем, что крупный мегаполис, назову цифру, ежесуточно 2,2 миллиона кубических метров сточных вод проходит через очистные сооружения, то есть ежедневно. При этом мы, когда говорим про сточные воды, мы имеем в виду, первое, это хозяйственно-бытовые истоки от домашних хозяйств, так выражается, это также промышленность истоки и ливневая канализация, то есть имеется в виду ливневые истоки, то есть осадки, которые также нас регулярно радуют. Соответственно, все это попадает в систему канализования. При этом отмечу, что на текущий момент у нас порядка 70% от общей системы, она является общей сплавной, то есть и ливневая канализация, и другие истоки попадают в единую систему. Однако все новые микрорайоны и, соответственно, новые территории развития, они уже строятся по принципу разделения стоков ливневых и хозяйственных стоков. Таким образом, 70 на 30, 70 общая сплавная канализация и 30, где разделение. А что это даст сразу, хочется понять, в чем преимущество такой системы, такого разделения? Ну, как мы понимаем, загрязнение одних и других стоков и содержание в них загрязнения, оно различное для ливневой канализации в виде осадков, то есть это вот дороги, соответственно, там, зеленые насаждения, крыши, то есть все, что везде, где осадки попадают, либо естественным образом уходят в землю, либо, соответственно, попадают в ливневую канализацию и дальше в общую сплавную систему канализования. Это одна история. И вторая, это, опять же, многоквартирные дома и отдельно промышленность, но здесь могу сказать, что крупная промышленность имеет свои локальные очистные сооружения, и это одно из требований федерального законодательства, которое в дальнейшем будет ужесточать требования по очистке данных стоков, так как там содержатся в силу производственных процессов различные элементы таблицы Менделеева, которых быть не должно при выпуске в открытые водоемы. Таким образом, могу отметить, что с учетом реализуемой программы, а программа у нас оформлена как формат государственной программы, которую ведет комитет, где есть подраздел как раз водоснабжения и водоотведения. Это один из подразделов направления деятельности комитета. И, безусловно, есть такой важный документ, как схема водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. Кстати, она в этом году актуализируется. Вот я только хотела спросить, а как часто она обновляется? Потому что, вот, к сожалению, Денис Сергеевич пока не с нами, но я думаю, как раз еще и с ним мы этот момент обсудим. Буквально на прошлой неделе у нас был международный форум Балтийского моря. В том числе говорили о тех соглашениях, которые мы должны выполнять. Петербург, в частности, согласно Хельсинской конвенции по защите Балтийского моря. И в том числе шла речь как раз и об актуализации тех соглашений и тех вызовов, которые у нас сейчас встают и не только перед экологами, но и в том числе как раз перед инженерными коммуникациями, которые, в общем-то, решают состояние тех вод, которые оказываются в Финском заливе после нас. Да, здесь я хотел бы сделать акцент на следующем. Ну, во-первых, документ, который я назвал, он в течение ближайшего месяца уже будет утвержден окончательно. Он утверждается губернатором и правительством Санкт-Петербурга. Таким образом, у нас будет уже актуализирована схема водоснабжения и водоотведения. При этом в отношении водных объектов, это достаточно большое количество малых речушек, плюс основная наша водная артерия — река Нева. Я напомню, что 98% водоснабжения именно из Невы и 2% от скважин, то есть автономных источников. Таким образом, безусловно, задача — это и чистая Нева, и, соответственно, то, что непосредственно попадает в Финский залив. Здесь мы взаимодействуем не только в рамках регионального законодательства, но и, как вы правильно отметили, в рамках международных соглашений, в частности, это со странами Скандинавии, где общими усилиями достигаются и мерами, которые предпринимаются, достигается конечный результат. Это чистый Финский залив и, соответственно, как часть экосистемы Балтийского моря. Так вот, могу сказать, что до сих пор еще актуален есть соответствующий такой снимок из космоса, где мы видим, что именно в районе Санкт-Петербурга минимальное и практически отсутствие так называемых голубых и зеленых водорослей, которые являются такими достаточно вредными с точки зрения развития флоры и фауны. Ну, они, по сути, как экологи говорили на одном из предыдущих эфиров, по сути, уничтожают всю флору и фауну, которая находится непосредственно на дне Финского залива. Да, абсолютно точно. Так вот, я хочу сказать, что те меры, которые на текущий момент предпринимаются в части очистки источных вод, и общий показатель у нас по Санкт-Петербургу равен 99,5%, то есть это доля очистки источных вод. 99,5%. Это очень высокий, ну, как мне кажется, уровень, конечно, не 100, но тем не менее. Да, ну, могу в некую ретроспективу провалиться, да, то есть я обозначу, что, допустим, еще в 70-х годах, то есть в первой половине 70-х годов практически не очищались источные воды, то есть шли прямой сброс водные объекты. То есть, понимаете, да, прошло время, да, но тем не менее нам удалось практически приблизиться к полному показателю, и есть планы, это любимый вопрос ваших коллег, да, когда будет 100%. Конечно. Но мы понимаем, что последние проценты, даже доли процентов, они самые тяжелые с точки зрения достижения, но тем не менее мы понимаем, каким образом прийти к 100% очистке, причем рациональными способами, и это по плану произойдет к 30-му году. Ну вот как раз в продолжение ваших слов, Андрей Сергеевич, об актуальности своевременного решения вопросов экологии и мерах, которые для этого предпринимает город, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Мы объявили 2021 год региональным годом экологии в Петербурге. Город концентрирует усилия на проектах по улучшению экологии и охране водных ресурсов. Несколько дней назад запустили Охтинский канализационный коллектор. На его реализацию из городского бюджета было выделено около 8 миллиардов рублей. Благодаря Охтинскому коллектору очистка стока в Петербурге достигнет рекордного уровня 99,5%. Но мы завершили только первый этап строительства этого инженерно-технического сооружения. Когда оно будет полностью достроено, мы будем очищать все 100% сточных вод Петербурга. Ну что ж, присоединился к нам второй эксперт. Рада приветствовать в студии председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дениса Беляева. Денис Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что все-таки доехали до нас. Но давайте раскроем уж не только мне, самое главное нашим зрителям, почему опоздали, насколько важной была та встреча, насколько я знаю, посвященная как раз старту проекта рекультивации «Красный бор». Какие сегодня, возможно, важные моменты были озвучены вот на этой встрече? С удовольствием поделюсь. Естественно, проект этот знаковый не только для Санкт-Петербурга, а вообще для страны. И, опять же, по поручению президента, по обращению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, именно произошло перезакрепление этого опасного объекта, куда долгие годы свозились действительно опасные отходы со всей территории нашей необъятной родины. И получилось так, что на определенный момент времени мы обеспечили там полную экологическую безопасность. И дальше ситуация нужна была для того, чтобы спроецировать уже завершение всего этого цикла. То есть объект был важный, нужный. У нас промышленность развивалась достаточно большими темпами. Это сопровождалось непосредственно захоронением тех отходов, которые там были. Сейчас к проекту, к рекультивации уже приступил у нас выбран оператор. Это федеральный экологический оператор. Это структура госкорпорации Росатом, который уже, исходя из современных технологий, исходя уже из полного изученного, то есть и того материала, который мы предоставили, то есть на протяжении всего этого времени комитет занимался этим объектом. А вот что удалось как раз сделать на объекте, потому что знаю, что вот сегодня как раз вице-премьер Виктория Абрамченко озвучивала информацию, что пока не везде понятно и ясно, где какие, какой сложности отхода находятся. И вот такой карты прозрачной, по крайней мере, не существует. А какая информация есть? К слову о картах. Там не одна карта, да? Там 65 карт, которые действительно по своему составу и по морфологии уже, скажем так, должны быть изучены заново, потому что прошло достаточно большое время. И постепенно специалисты, они нам сегодня продемонстрировали, как они будут утилизировать, как они будут эти фракции действительно извлекать, жидкие особенно фракции. И сейчас эта ситуация, она такого замкнутого цикла. Мы сохраняем объект абсолютно безопасно в экологическом состоянии. Там сохранился даже такой коллектив высококвалифицированных специалистов, которые многие годы работают. И постепенно, погружаясь уже непосредственно в изучение этих составляющих, по каждому виду принимается решение, какой путь утилизации уже для него будет. То есть это очень кропотливый процесс. Здесь нельзя просто взять, вписаться, скажем так, в эту программу с какими-то, допустим, в спешке, с какими-то нереальными сроками. Это нужно постепенно все проходить. Ну вот смотрите, сразу возникает вопрос. Сегодня опасность какую-то представляет полигон Красный Бор для региона, для водоемов города, потому что, возможно, те вещества, которые как раз хранятся на его территории, могут оказаться в почве, а значит и в воде. Раз уж мы заговорили сегодня так или иначе о состоянии в том числе и акватории. Изначально, даже когда выбиралось место для строительства этого объекта, изучалась очень серьезная геология, изучались грунты, изучались те кембрийские глины, которые там существуют. И именно в этом месте был построен полигон, который имеет многократную экранированную защиту, который постоянно сопровождается экологическим мониторингом. И можно четко сказать, что никаких рисков в данный момент экологических не существует от этого объекта. Он находится в нейтральном состоянии и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Но в себе внутри накопил достаточно большой вот этот объем тех необходимых к ликвидации уже вредных веществ, которые в случае, допустим, если бы мы бросили его, не обслуживали, если бы город им не занимался, а город, могу сказать, ежегодно тратил достаточно большие деньги для поддержания этого объекта в экологически безопасном состоянии, и все системы у нас функционировали там в штатном режиме. Это я вам могу точно сказать, потому что неоднократно сам этот объект проверял. Ну вот как раз в продолжение и в подтверждение ваших слов, я предлагаю посмотреть и чуть подробнее как раз остановиться на той встрече, которая сегодня прошла, в том числе с участием вице-премьера России Виктории Абрамченко непосредственно на полигоне Красный Бор. Вместо карт, так называются хранилища опасных отходов, будет Зеленый Холм. Исполнитель работы обещает управиться до 2024 года. Судьба полигона известна давно рекультивацией. И сегодня, во время визита вице-премьера России Виктория Абрамченко, говорили как раз о конкретных действиях. Красный Бор намерены обнести стеной, противофильтрационная завеса 5 метров шириной. Она будет состоять из нескольких слоев, в том числе бетона, полимерных материалов, глины, погрузиться вглубь на 10 метров. Это пешилонированная противофильтрационная защита, которая представляет собой в том числе систему мониторинга и систему дренажную между двух слоев гидроизоляции. Таким образом будет выделяться вода, которая отправится на очистку. Уже подсчитано, что через системы должны пройти 340 тысяч кубометров жидких отходов. Все они находятся в пяти из 70 открытых карт полигона. На выходе из установки мы должны получить очищенную воду до уровня рыбохозяйственного назначения. Это, по сути, чистая вода. Концентрат будет использоваться для приготовления техногрунта, который будет загружаться назад в карты. Этот техногрунт будет полностью экологически безопасным. А саму систему очистки сейчас нужно испытать. На полигоне уже появилась опытно-промышленная установка. На ней отработают около 150 кубометров отходов. В компании, которая займется рекультивацией, говорят, что сами по себе технологии не новые. Однако их применение на объекте в Ленобласти уникально. Ввиду уникальности того состава, который мы видим на полигоне Красный Бор, конечно, эта технология была доработана. И были выбраны те этапы и те ступени очистки, которые позволяют работать именно с этим уникальным орфологическим составом. С 1969 года полигон начал принимать опасные отходы со всего Союза в конце 2014-го. Сюда перестали поставлять отходы. К тому моменту их уже накопилось порядка двух миллионов тонн. Сегодня встал вопрос о том, что компания, которая будет заниматься рекультивацией, должна изучить состав содержимого уже закрытых карт. Технологии, предложенные в рамках проекта, действительно позволят существенным образом снизить класс опасности веществ, которые захоронены на этом полигоне. Полигон огромный, больше 60 гектаров. На этом полигоне опасные химические вещества, которые свозились со всего Советского Союза. И никакой документации, подтверждающей, что на карте номер один вот такие химические вещества, а на карте номер 62 вот такие, мы, к сожалению, не имеем. Порядок на полигоне начали наводить в 2019 году. Тогда с просьбой поддержать возможность передачи Красного Бора в федеральную собственность, к президенту России обратился Александр Беглов. Вопрос стоит на особом контроле у главы города. Более того, экологическая повестка, по словам городоначальника, в этом году для Петербурга принципиально. 2021 губернатор объявил годом экологии. Город концентрирует усилия на проектах по улучшению экологии и охране водных ресурсов. Несколько дней назад запустили Охтинский конвенционный коллектор. На его реализацию из городского бюджета было выделено около 8 миллиардов рублей. Мы в полной мере выполняем рекомендации Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря. Завершена наладка и уже тестируется оборудование на очистных сооружениях в поселке Молодежное в курортном районе. Срок сдачи проекта рекультивации полигона с прохождениями экспертиз – декабрь этого года. Но, тем не менее, Росатом уже начнет работы. В частности, им предстоит провести неотложные мероприятия, которые не позволят в паводок вымывать из карт опасные вещества. Денис Сергеевич, понятно, работа предстоит тонкая, кропотливая, совместная. Не только. Все-таки мы отдали это одному оператору и забыли об этой проблеме. Но хочется сразу понять, каковы сроки, есть ли какое-то понимание? Смотрите, ведь, как вы правильно заметили, что нельзя было просто отдать этот объект. Мы участвуем и в экспертных советах, и мы понимаем, что там происходит. И сейчас важные очень вещи были сказаны. Несмотря на то, что где-то частично документация сохранилась, мы должны понять состояние, в каком эти отходы находятся. Пока они лежат, и их никто не трогает, то есть они в некой форме, не представляющей угрозы. И порядка двух миллионов тонн, и разные морфологии, разные, как я сказал, уже требующие разные технологии. И вот специалисты тоже говорят. То есть процесс будет очень кропотливый. Система замкнута. Там на территории есть у нас несколько, скажем так, таких поэтапных мониторинговых зон, где мы будем понимать, что действительно, правильно сейчас было сказано, самые у нас опасные периоды были, это вот весеннее половодие, это обильное таяние снега, чтобы уровни не переполнялись. Там система четко зарегулирована. Мы занимались этим постоянно, и мы ее решали постоянно. Так что сейчас уже слово за специалистами. И ведь вопрос передачи этого объекта, это просто, по сути, такая историческая справедливость, о чем было сказано, что со всего Советского Союза свозились, и действительно бюджет долгие годы Санкт-Петербурга, он сопровождал этот объект, реализовал всеприродоохранные мероприятия. И сейчас, по факту, опять же, из федерального проекта «Чистая страна» будут выделены деньги на его реализацию. Андрей Сергеевич, вас хочу вернуть в беседу, тем более, что остановились мы на не менее важном, не менее интересном моменте для Петербурга и для экологии акватории Финского залива в том числе. Это на вводе первой очереди Охтинского коллектора. Здесь сразу ряд вопросов. Это первая очередь. Когда будет вторая? Какие, опять же, сроки и планы? Это первый момент. А второй момент, сколько вообще коллекторов у нас сейчас действует на территории города? И отвечают ли они самым современным последним требованиям? По порядку тогда. То, что в отношении Охтинского коллектора действительно масштабный инженерный объект, причем он масштабен и по своим характеристикам, по глубине залегания. Представьте, что на отдельных участках глубина залегания почти 30 метров, протяженность его 7,7 километра. Диаметры на отдельных участках более 3,5 метров. То есть это фактически огромное подземное сооружение, которое, безусловно, рассчитано на прием сточных вод и как с прилегающих территорий, так и были переключены 19 прямых выпусков, которые попадали в реку Охта. И фактически сам силуэт этого объекта примерно повторяет русло реки Охта, которое, в свою очередь, впадает в реку Нева. Таким образом, на текущий момент, завершая первую очередь, мы тем самым будем централизованно перепускать порядка 4,5, ну, 4,3-4,5 миллиона кубических метров стоков через данный объект. При этом стоит отметить, что объект был, его строительство было завершено в установленные сроки, то есть в конце прошлого года были завершены строительно-монтажные работы. И в этом году, буквально несколько дней назад, он был торжественно запущен. При строительстве объекта использовались современные технологии, в том числе отдельные, которые были продемонстрированы непосредственно при открытии этого объекта. Это, во-первых, и спиральная навивка технологии, которая формирует дополнительный слой внутри коллектора из специального пластика, позволяющего продлить срок службы коллектора. Это очень важно, так как, к сожалению, несмотря на то, что они из специальных марок бетона в основном делаются, тем не менее газовая коррозия, она на протяжении через 30-40 лет существенно себя проявляет и требуется ремонтной работы. В данной ситуации надеемся на существенное продление срока службы, это первое. Второе, была применена специальная техника для таких масштабных подземных работ, это, как я отметил, все-таки более трех метров выработка, это, считайте, ну, фактически как метрополитен, да, то есть примерно очень схожие... Ну, по крайней мере, да, сравнимые объемы. Сравнимые, сопоставимые, да. Теперь могу сказать, что количество коллекторов, ну, оно, ну, наверное, ничего не скажет, потому что фактически вся центральная часть и все районы, за исключением, ну, так называемых, пригородных, хотя это название не очень нравится, как курок. Хорошо, техническое их состояние, насколько они отвечают, повторюсь, современным требованиям, вызовам, тем более, что, к сожалению, тут, наверное, Денис Сергеевич меня поддержит, у нас все чаще в канализацию попадает совсем не то, что предполагалось, условно говоря, еще в 70-е годы, когда решали, когда взялись за решение этой проблемы. Все больше новых угроз, в том числе, к сожалению, от нас, от петербуржцев, поступает в адрес Финского залива. Так я это сформулирую. Да, ну, здесь отмечу следующее. Во-первых, безусловно, при строительстве данные объекты были сформированы с резервом, причем и по техническим характеристикам, в основном и по прочностным. Исходя из этого, мы, к счастью, до сих пор пользуемся тем, что было построено в советские годы, есть узкие места, то есть это, в принципе, так как система развивалась достаточно интенсивно, отсутствуют так называемые дублеры, которые бы позволяли выводить отдельные участки в ремонт. Однако, ну, могу сказать, что вот недавний пример – это строительство резервного тоннельного коллектора на улице Бассейны. Как раз это тот пример, когда, опять же, было своевременно построен объект, позволяющий, допустим, вывести коллектора на улице Благодатной в ремонт, и не отключая потребителей, то есть при этом перекачка стоков осуществляется в полном объеме. То есть это один из положительных примеров. Могу сказать, что регулярно проводится мониторинг состояния, технического состояния коллекторов. И, конечно же, есть программа по дальнейшему развитию данной системы в части повышения ее надежности и развития по новым территориям, так как город расширяется и развивается, и, безусловно, это связано в том числе с прирастанием, расширением системы водоотведения. Ну вот, по поручению президента, Петербург уделяет особое внимание экологии, в том числе экологии водоемов. Но, Денис Сергеевич, возникает вопрос. Мы предпринимаем такие серьезные усилия, но только в рамках нашего субъекта, нашего региона. Не теряется ли вклад Петербурга в улучшение экологии сразу за пределами города? Ведь в залив еще попадают те же сточные воды из области, а также из многочисленных дачных поселков, садоводств. Что с этим делать? Насколько там серьезная угроза? Вы абсолютно правильно заметили, что мы не можем жить вообще в отрыве от ситуации, связанные с нашими ближайшими соседями. Вообще в экологии это, можно сказать, что это единственная, наверное, отрасль, которую мы просто не можем как-то сказать, что она разделить, она ни на что не влияет. Ветер подул, дым от завода, неважно в каком районе или неважно в каком городе. И даже неважно в какой области. Даже между странами. Вы заметили, наверное, что сейчас в любой международной повестке вопросы экологии стоят на самом первом уровне. На любом уровне это всегда обсуждается. Сейчас у нас в Петербурге региональный год экологии. Мы также намерены все наши усилия. Это усилия не только комитета по природопользованию. Долго говорили полное название. Видите, как всего много погружается. Но несмотря на это, это не только наша задача. Это задача и цель всех наших органов власти. Мы синхронизируем сейчас абсолютно все наши программы. Мы будем также совместно и с районными администрациями. Вот сейчас очень прекрасно и подробно все рассказал мой коллега. То есть мы все эти вопросы берем на контроль. Это должна быть комплексная работа не только внутри Петербурга. И проводить уже дальше к взаимодействию с нашими коллегами из других субъектов. Потому что если взять, посмотреть на тот же бассейн водосборный, и по реке Нева, и по другим водным объектам, мы увидим далеко-далеко такие идущие из других регионов, даже из Новгородской области. И здесь же все очень четко посчитано. И есть определенные уже механизмы, которые доказывают, где, когда и что. Мы это сейчас уже можем с уверенностью на 100% говорить. Откуда что к нам притекло. Но, Денис Сергеевич, как раз подробнее о состоянии Акватории Петербургской обязательно еще будем говорить. Сейчас напомню, что вопросы от зрителей ждем не только в официальной группе телеканала «Санкт-Петербург ВКонтакте», но и по телефону прямого эфира. Сейчас сделаем небольшую паузу, прервемся на рекламу, после которой продолжим разговор. В прямом эфире программа «Петербург. Город решений». Сегодня говорим о состоянии петербургских водоемов, акватории Финского залива, а также экологических угрозах. Ну и вот остановились мы на таком важном моменте, как состояние петербургских непосредственно водоемов. Какие из них сегодня в первую очередь нуждаются в особом внимании, представляют, возможно, наиболее серьезную угрозу для экологии всей петербургской акватории? Ну, скажем так, определенную угрозу нельзя сказать, что тот или иной водоем представляет. Ну, какой самый проблемный? Нет. Я, исходя из нашего опыта сейчас, мы четко понимаем, что мы уже сейчас наращиваем объем природоохранных мероприятий. То есть не просто это какой-то процент. Допустим, по сравнению с 2018 годом мы в 3,5 раза увеличили объем тех извлекаемых донных отложений, которые в процессе реабилитации, экологической реабилитации водоемов у нас происходят. То есть по факту мы дальше будем продолжать эти вопросы и реализовывать. И у нас много сейчас проектов есть, которые уже действительно в высокой степени готовности, и мы готовы к ним приступать уже к производству работ. Но исходя из обращений, из звонков, ведь каждому дорог тот водоем, который рядом, тот, который хочется, чтобы в ближайшие какие-то метры от тебя он был приведен в порядок, и мы работаем. У нас много очень обращений. Порядка 30% это именно по водоемам. А вот конкретные все-таки названия каких-то... У нас в этом году заканчивается серьезный проект, который в рамках СУВО, сохранения уникальных водных объектов, это нацпроект «Экология», река Смоленко. Будут полностью завершены работы. Будут работы также проводиться по реке Карповка, будут проводиться работы дальше по глухарке реки, по южному каналу Юнталовской дачи. То есть это много, в принципе, хочется сделать. И еще раз говорю, что тут наши, опять же, возможности, они ограничиваются где-то бюджетом. А вы уже говорили как раз о возможностях. Достаточно ли у нас для как раз качественной очистки повсеместной водоемов еще и техники, прежде всего, современной, и специалистов? Потому что какой бы техника ни была, без специалиста она, наверное, самостоятельно все-таки пока не справится. Правильный, хороший вопрос. Действительно, техника тоже требуется в определенном обновлении, в определенном ремонте. Мы очень бережно к ней относимся. Но сейчас ситуация такая, что сохранены, можно сказать, коллективы тех квалифицированных сотрудников, тех действительно профессионалов, которые многие годы занимаются. Но сейчас есть и новые уже технологии, мы их рассматриваем. Это комплексный вопрос. Мы абсолютно не стоим на том, что у нас есть, допустим, технология, которая везде используется. Под каждый объект это уникальный проект. В разделе проекта уже прорабатываются определенные технологии, нюансы. И перед тем, как действительно приступить, у нас же есть и изыскание, мы наблюдаем, как меняется гидрология, какие риски, какие вызовы. То есть у нас очень от многих факторов вообще зависит наша работа. И здесь, если мы даже можем это рассматривать, то есть четко сказать, что все, что мы учитываем в процессе непосредственно, оно так или иначе влияет на окружающую среду. И в рамках мониторинга мы тоже это видим. И учитывая то, что год экологии, важные уже события в экологическом плане, касающиеся города, произошли. То есть у нас сейчас пересматривается полностью концепция системы мониторинга. На экологическом совете при губернаторе была она утверждена. И сейчас мы приступили уже непосредственно к реализации. Рабочая группа, которая создана, она непосредственно анализирует все материалы. То есть если говорить о существующей... Я правильно понимаю, что мониторинг не только водных объектов, а в целом? Нет, конечно, не только. В целом, да. И воздух, и почвы, в том числе. Это, наверное, самая серьезная и сложная проблема в состоянии воздуха. Вы знаете, тут каждый элемент, он имеет и определенные свои, скажем, сложности и нюансы, и определенную ценность для тех, опять же, данных, которые мы получим. То есть мониторинг почвы, он тоже для нас очень важный, потому что это накапливаются те вещества, непосредственно, которые поступают. И мы видим некий спектральный анализ, картину по состоянию на протяжении какого-то периода. И сейчас мы оцениваем, вот этот прошел уже скрининг, мы изучили в течение года наиболее важные вещества, которые влияют, которые мы в течение мониторинга будем непосредственно выявлять и смотреть. Потому что для этого мы уже подготовили некую систему, модель. И сейчас вот исходя из этих решений, которые будут нами, опять же, оцениваться, мы уже будем принимать какие-то меры. Потому что это самый важный момент, что 15 лет город, вот последние 15 лет, он жил в некой старой модели. Сейчас мы начали ее непосредственно обновлять, актуализировать, трансформировать. Можно сколько угодно синонимов здесь подобрать. Но суть одна. Это соответствовать тем современным вызовам, которые сейчас в мегаполисе есть. Ну вот сейчас у нас, наверное, один из самых таких важных вызовов, по крайней мере, насущных, это утилизация снега. Зима закончилась, а убранный снег, пункты, где он собирался, как раз складировался, я думаю, еще пока остались действующими. Как у нас вообще происходит утилизация снега? Что делается для того, чтобы в том числе какие-то опасные вещества, которые, возможно, оказались в снеге, не попали затем в петербургские водоемы? Здесь, начиная с 2012 года, создана, можно сказать, отдельная система по сбору и утилизации снежных масс. Мы говорим про, может быть, на слуху, снегоплавильные пункты. То есть, в принципе, речь идет о том, что установлено дополнительное устройство на канализационной системе, которое позволяет дробить снежную массу, и оно попадает в канализацию непосредственно, и снег топится водой непосредственно стоками, да, температура, которая порядка 14 градусов. То есть, естественная таянь не происходит. Такая технология, она выглядит примитивной, но она себя показывает достаточно эффективно. Простое не всегда, значит, плохое. Таким образом, снежные массы, которые попадают на снегоплавильные пункты, их у нас 11 таких объектов по городу, все это попадает в централизованную систему водоотведения и дальнейшей очисткой на станциях. И отдельно площадки, инженерно оборудованные площадки для складирования снега. То есть, это тоже один из элементов по сбору снега, где в том числе происходит естественное таяние. Но при этом данная площадка также оборудована системой канализования. И то, что тает, соответственно, сточные воды также попадает в централизованную систему водоотведения. Таким образом, безусловно, мы уже давно ушли от того, что, как это было ранее, там снег сбрасывался непосредственно в реки и каналы, да. Да, об этом, я надеюсь, мы все-таки уже забыли. Да, и могу сказать, что, ну, в отличие от прошлой зимы, ну, в прошлую зиму снег можно было видеть, ну, либо на картинках, либо вспоминать о нем, да. Поэтому в этом году вот миллион восемьсот тысяч кубических метров было утилизировано. Это, конечно, не рекорд, но тем не менее, могу сказать, что на сегодняшний день вот та система, которая создана, она себя оправдывает в части утилизации. И по поручению губернатора мы также прорабатываем новые площадки. Так как город развивается, опять же, мы понимаем, что есть необходимость дополнительной площадки в северной части в районе улицы Руставели подбираем. И в южной, на окончании улицы Софийской вот две таких плановых площадки, где планируем приступить к проектированию и строительству новых снегоплавильных пунктов. И самое главное, чтобы это делалось, опять же, своевременно, одновременно с тем же появлением новых жилых комплексов и пониманием того, где у нас требуется тот или иной объект, в частности, снегоплавильный пункт или пункт для складирования снега. Уважаемые эксперты, я думаю, что тема года экологии в Петербурге так или иначе еще неоднократно будет подниматься не только в эфире программы «Петербург. Город решений», но и в целом на телеканале «Санкт-Петербург». Сегодня вот на этом поставим не точку, но запятую в разговоре. Единственное, я еще раз напомню, что сегодня в Петербурге по поручению президента дан старт рекультивации полигона опасных отходов «Красный бор». В 2019 году губернатор Петербурга обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой передать полигон «Красный бор» в федеральную собственность. Рекультивация этого объекта – важный шаг в улучшении экологической ситуации в регионе. Вы смотрели программу «Петербург. Город решений». Сегодня в студии были председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук и председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев. Уважаемые гости, я благодарю вас за ваши ответы, за уделенное время. Повторюсь, обязательно еще вернемся к этой теме. Неоднократно завтра будем говорить о весенней уборке города. В студии была Ирина Степанова. Берегите себя.